Доброе утро! Так, мы вас не слышим. Все, доброе утро, мы вас не слышали. Все хорошо? Здравствуйте. Да, идеально. Как у вас настроение? Как вообще вы к раннему подъему относитесь? Хорошо. Обычно я и стою в это время, но... На сегодня с Борем в хорошем настроении. Расскажите, пожалуйста, что такое вообще проект «Соседи по Перми»? Не будем пока отдаляться в бумажное прошлое, просто «Соседи по Перми». Что это? Да, поскольку я историк, музейщик, то мне очень интересует все, что связано с музеификацией или превращением того, что мы называем в историю, в прошлое. И когда было столетие Пермского университета, это 2016 год, музей Стюри Пермского университета очень активно выходил в город, рассказывал о своих коллекциях. Одной из таких площадок стал Центр городской культуры, который находится в Перми. И когда мы делали выставку на основе одной из наших коллекций, сатирического журнала «Перец», мы говорили о том, что как здорово было бы создать проект о городе, о том, чтобы когда-нибудь появился в Перми городской музей или музей города, который рассказывает о месте, где мы живем, о жителях, то есть о горожанах, истории какие-то бы собирал, экспонаты, ну и так далее. И вот так постепенно-постепенно мы решили, что мы будем сотрудничать, и возник этот проект «Соседи по Перми» в 2019 году. Он является таким совместным творчеством Центра городской культуры и Центра сравнительных исторических и политических исследований Пермского университета, сотрудником которого я тоже являюсь. Ну и плюс я еще музейщик. То есть здесь разные мои ипостаси слились в одном проекте. Это и мой исследовательский интерес, и мой профессиональный. Так что это такой проект о городе, о горожанах, о том, как они здесь появились, чем они сейчас занимаются, о городской повседневности и о соседстве, о социальных связях, которые возникают в ходе проживания в Перми, о том, как мы воспринимаем Перми. В общем, здесь много о чем. Но главное, наверное, это такой наш воображаемый музей города. Мы знаем, что у нас нет такого музея в Перми, надеемся, что когда-нибудь, может, он появится. Но наш проект не нацелен на создание вот какого-то прям физического музея города. Нет, это скорее такие виртуальные рамки. И в нем много разных маленьких подпроектов, лабораторий, мастерских исследований, выставок, ну и так далее. А откуда берете экспонаты? Откуда чаще всего приходят? И что за экспонаты? Вот так интересно все сразу. Ну как? Музей — это же хранилище, да? Это музейное хранилище, это коллекция, это экспонаты. Как, если нет физический музей? Как мы обходимся? Вот здесь можно упомянуть ту самую мастерскую бумажное прошлое. Это такой подпроект соседей по Перми, нашего большого проекта. И мы как раз говорим об экспонатах, говоря о личных семейных архивах, например, наших горожан. И нам не важно, чтобы они где-то были собраны в одном месте. Нам, наверное, важно просто знать, что они есть, и что, например, наши участники, вот участники этой мастерской, считают себя, ну или мы договариваемся, что они такими им являются. Это такие городские хранители или горожане-хранители, чьи личные семейные архивы могут стать основой для будущих выставок, для каких-то других таких больших публичных проектов, которые рассказывают о горожанах, о историях, связанных с городом. А какие именно архивы, мне вот интересно? То есть что именно из архивов, что вы подразумеваете под архивами? Какие-то писемы или, может быть, официальные документы, которые где-то хранятся? Да, я вот тут посмотрела у вас в паблике ВКонтакте вот даже дневник пермской студентки 1920-х годов. Да, это еще было, но это скорее такое публичное направление нашей мастерской, потому что у нас есть два направления. Одно закрытое, где мы встречаемся с участниками мастерской, они регистрировались у нас, заявляли, что они хотели бы разобрать свои архивы, знаете, такой свой шкаф или свой стол или какую-то коробку с документами, которая досталась от родственников. И вот там все, что есть. Да, вы правы, это и дневники, это и письма, это и записные книжки, это, возможно, и какие-то предметы, вещи, коллекции, знаете, фантиков, билетов из автобуса, ну и так далее. И с другой стороны мы проводим и публичные мероприятия, где мы рассказываем о том, как исследователи или как какие-то другие профессионалы вот с этими личными архивами, семейными архивами работают и показываем, насколько важно их хранить, насколько важно рассказывать о них, потому что это один из самых важных источников, из которых мы можем узнать о настоящем, живом прошлом. И вот как раз дневник пермской комсомолки-студентки 20-х годов, это дневник, предоставленный официальным государственным архивом, нашим архивом Пермского края, он является партнером нашего проекта «Соседи по Перми». И мы читали вместе с участниками нашей мастерской и с теми, кто зарегистрировался, и вместе с другим проектом, тоже партнером. То есть у нас, знаете, такие мы сети, мы создаем сети в рамках нашего проекта. Может быть, вы слышали о таком проекте «Прожито» и его авторе, инициаторе Миша Гельниченко. Это проект столичный, он сейчас базируется в Европейском университете в Санкт-Петербурге. И вот в рамках этого проекта «Прожито» мы читали и расшифровывали этот дневник. Очень любопытно про Пермь 20-х годов услышать, прочитать, просто невероятно. А там только про Пермь? Я так понимаю, это же личный дневник, это какие-то там личные записи, может быть, переживания. Или там направлено, что наш совет... Город самый лучший. Да, и все, мы все... Я всех люблю, читайте на здоровье, да. Знаете, это такие стереотипы. То есть тоже восприятие советского времени и того, как мыслили люди. С одной стороны, вы правы, это там тоже есть. Но с другой стороны, там столько любви, там столько тоски по тому, чтобы найти любимого, чтобы найти своего единственного человека. Там столько желаний самореализоваться. Но в конкретной исторической эпохе и в конкретное время. И, конечно, очень интересно узнать даже о каких-то деталях и личной жизни, повседневности вот этой девушки в 20-е годы в Перми. А с другой стороны, мы же, как историки, всегда видимый контекст, такой более общий, история города, история региона, история страны. И вот как это все соотносится, это очень интересно. И, конечно, Пермь предстает какой-то абсолютно неизведанный, вот для такого обычного Пермика. А здесь, в этом проекте, я себя ощущаю даже не профессионалом, а именно таким обычным Пермьком, который также вместе с другими участниками наравне вслепую куда-то идет, исследует, открывает. А что можно, мне вот интересно, что можно нового узнать из дневника? Ну, в плане про Пермь. Можете какой-то пример привести, чтобы это рассказать? Да, например, в конце 20-х годов, оказывается, произошел какой-то очень большой взрыв на железнодорожной станции Пермь-2. По-моему, это 28-й год, и она описывает это событие. Причины и тогда не были понятны. Ну, кто-то говорил, что это оставшийся после ухода белых, то есть во время гражданской войны, какой-то снаряд. Кто-то говорил, что это террористический акт. И вот это описание событий, а для меня еще тем более работающий в Пермьском университете, который находится на Пермь-2, любопытное, интересное событие, которое, ну, где-то, может быть, фоном проходит, но здесь оно прямо описывается в деталях, по крайней мере, то, как она об этом знала. А я бы хотела вернуться к личной жизни. Как вот в 20-е годы девушки искали себе того самого, как это говорится, человеку нужен человек? Тиндера не было. Тиндера не было. Социальных сетей не было. Где гуляли, где встречались? И как она искала свою любовь? Ох, она читала Фрейда даже. Ого! Так. Это как раз о том, какие стереотипы существуют в нашей голове, когда мы говорим о том времени. Она искала на всех общественных мероприятиях, у нее был широкий круг знакомств, друзей. Она выбирала не всегда удачно. В общем, в 20-е годы вообще, в принципе, это такой активный период, в том числе для молодых людей. Достаточно свободный, да? Да, 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 такой период в поиске и нахождении партнеров. А какие критерии предъявляла она к своему будущему спутнику? Да, и в принципе, в то время, когда есть какие-то определенные, что бы он... Что он должен делать? Он не имел дворянских корней. Да, ну или... Возможно. Вот вы правы в этом, потому что для нее очень важна была ее идентичность комсомолке. У нее вообще, поскольку я знаю ее историю, ее биографию, историю ее жизни больше, чем мы тогда читали кусок вот этого дневника, потому что это и мой предмет такого интереса исследовательского. Я занимаюсь как раз изучением и этих дневников личных по моей теме «История старости и старения». И она считала очень важным вот эту свою общественную деятельность, свою идеологическую чистоту и выбирала себе друзей. Для нее было важно, чтобы ничто не запятнало ее. И потом, возможно, были с этим проблемы. Последний вопрос в эту тему перед рекламой. Я хотел бы узнать, до какого времени она вела дневник? То есть до скольки лет? В конце есть такое, что... И нашла ли она свою любовь? Я нашла свою любовь, больше я ни с кем делиться не собираюсь, а то мои потомки еще прочитают это все. Да-да-да. Почему я занимаюсь историей старости и старения? Потому что сначала я нашла ее дневники в архиве ее пожилом возрасте. А, то есть на протяжении всей жизни вела? Да, она писала на протяжении всей жизни, начиная, по-моему, с 14 лет. И таких очень много. И как раз на сайте проекта «Прожито» можно увидеть таких авторов и такие дневники. И, по-моему, последние, она умерла в 90-м году, последние были написаны уже, к сожалению, ослеплыми, буквально пока была возможность писать. А дневники как попали в архив? То есть родственники передали или она сама отвечала? Это другая любопытная история, потому что она сама принесла все эти дневники. И это, кстати, для меня было таким вдохновением, почему мы занялись этим проектом и разбором в личных и семейных архивах. Она, благодаря волне интереса к прошлому в 60-70-е годы и появлению разных маленьких вузовских, школьных, библиотечных музеев, и благодаря архивистам, которые считали, что и обычный человек должен иметь личные архивы в государственных архивах, она поняла, что весь ее личный архив, дневники, письма, которые она иногда даже маниакально собирала, является чем-то важным, важным источником жизни ее, жизни ее поколения, жизни общества в это время. И она принесла, и архивисты, тогда в архиве работали хорошие специалисты, профессионалы, поняли важность этих документов и взяли их, и брали на протяжении практически десятилетия. Она обрабатывала и приносила, приносила, приносила до своей смерти. Так что это один из безумно интересных личных фондов в нашем государственном архиве Пермского края. Я предлагаю после рекламы поговорить, да, про другие мероприятия соседей по Перми, но пока давайте прервемся. Продолжаем, друзья, разговаривать с Марией Ромашовой, кандидатом исторических наук, директором музея истории Пермского университета и куратором мастерской соседей по Перми «Бумажное прошлое». Мария, расскажите, ну, вы сказали, что есть еще закрытая мастерская, когда вы обсуждаете с кем-то личные архивы. А как вообще попасть в эту мастерскую, как, ну, у кого-то, например, лежит дома коробка, он не знает, что с ним делать или как, и с вами как-то связаться, или не каждый сможет в этом поучаствовать? Ну, мы начали работать в декабре, это был у нас первый набор, мы набирали всех, кто хотел, и сейчас, я надеюсь, что как только закончится режим самоизоляции и откроют все такие музейные, культурные учреждения, мы покажем результаты нашей работы, потому что важно в рамках этого было первого набора понять, как мы систематизируем, разбираем архивы и, главное, как мы о них хотим рассказать своим родным, близким, другим горожанам. И итогом вот этого первого набора работы, первого набора мастерской будет выставка. Поскольку пока непонятно, когда она пройдет, надеемся, что все-таки летом или осенью, мы готовим сейчас сайт, такой предысторию работы нашей мастерской и вообще историю нашего проекта, где мы расскажем о том, что ждет зрителя на этой выставке. А вот дальше мы надеемся, что вроде бы все так интересно и успешно, и так много открытий для нас, и такое хорошее впечатление у участников нашей мастерской, то есть, что мы будем делать второй, третий, четвертый набор. И те, кто сегодня прошел эту мастерскую, проходят, то есть сейчас будут нашими волонтерами, включатся в процесс разбора личных архивов, помощи другим горожанам. А много участников мастерской? Вы знаете, сначала зарегистрировалось больше 20 человек, пришло 15, а после пяти месяцев работы осталось шесть. Но для нас это большая победа, что эти люди вообще остались, они очень разные, с разным образованием, с разными интересами, но оказалось, даже вот на фоне этого стресса коронавирусного, интерес к прошлому, к возможности поговорить о себе, своей семье с другими, это такой, знаете, духоподъемный, поддерживающий был вот в этом непростое время. Мне интересно, а вот у тех шести людей, которые остались, какая основная мотивация? Ну или самая популярная мотивация этим заниматься? Знаете, у всех разное. Кто-то пытается разобраться там с собой, у кого-то непонимание, почему родной человек ушел так рано. Вот, хотелось бы просто восстановить его историю. Для кого-то это уже хобби, переросшее в профессиональный интерес. То есть у нас какие-то прямо профессиональные, есть представители родоведческих обществ пермского отделения. Для кого-то это попытка просто восстановить семейную историю. То есть у всех все разное. Кому-то хочется рассказать, вот есть так много материала, а как рассказать об этом интересно своим детям, внукам, может быть, даже, чтобы они заинтересовались. Потому что у нас все равно есть представление, ну что такое личные архивы семейные, что такое пыльное, занудное, неинтересное. А тут оказывается, что, вы знаете, это настолько интересно. И у нас публика разная и возрастная, но то, как они рассказывают свою историю, вот мы очень надеемся, что мы эту атмосферу нашей мастерской мы передадим и в онлайн, и в реальном формате. И, кстати, как записываться на следующие мастерские, мы говорим о том, что будет набор и на следующие. И, пожалуйста, смотрите ВКонтакте группу Центра городской культуры под группу «Соседи по Перми». Там будет появляться информация о том, когда и кого мы набираем. А как, кстати, будут проходить встречи оффлайн, когда все-таки режим самоизоляции закончится? Или уже были? И какие планы? Ну, смотрите, мы с декабря встречаемся. И сначала это были встречи раз в две-три недели. Ну, потому что, представьте, все работают. Очень сложно просто найти время, чтобы собраться. А потом вдруг, когда началась вся эта пандемическая история, мы поняли, что нам нужно встречаться чаще в онлайн. И мы пришли в онлайн-формат. Мы каждую неделю устраивали вот эти полтора месяца наши зуминары. И ни слова не говорили о коронавирусной инфекции. То есть это такое табу, потому что мы поняли, что вот эта возможность пообщаться онлайн о наших родных, о документах, которые остались от них, это такая терапия, что ли. И мы надеемся, что когда закончится режим самоизоляции, мы обратно вернемся в оффлайн. Но пока даже онлайн у нас все проходит очень атмосферно, душевно и, по-моему, очень продуктивно. Какие ближайшие мероприятия будут в онлайне? Ну, основные публичные мероприятия у нас уже прошли. И сейчас их, кстати, можно посмотреть в записи. Они есть в группе Центра городской культуры ВКонтакте. Выложены в YouTube все наши публичные лекции, встречи, семинары. А в группе соседей по Перми их можно найти? А это и есть часть проекта Центра городской культуры. И там можно увидеть, например, мою лекцию по устной истории, лекцию Натальи Суржиковой о бэгодокументах. И онлайн-мастерская, да, есть? Да, там же есть запись о том, как искать сведения репрессированных родственников, одной из участниц нашей мастерской. То есть мы здесь все на равных, нет таких кураторов, модераторов, руководителей и участников. Каждый делится тем, что знает. А в ближайшем будущем, еще раз повторюсь, вот сейчас именно мы делаем все вместе с нашими участниками сайт нашей мастерской, на котором будет рассказываться о том, какой будет наша итоговая выставка. Потому что важно для нас не только тихонько в закрытом режиме разбирать архивы, читать документы и тихонечко хихикать или наоборот грустить над тем, что мы читаем, но это и желание рассказать об этом горожанам. То есть это как раз та публичная часть нашего проекта, которая может быть вдохновит других стать такими городскими хранителями или хранителями городской истории через свои семейные архивы. То есть давайте подытожим. Добавляйтесь в группу. Во-первых, соседи по Перми. Во-вторых, если хотите участвовать в дальнейших мастерских, то можно напрямую вам писать или соответственную группу, да? Пишать мне, если есть вопросы, да? Либо следить за объявлениями в группе, когда будет набор в мастерскую бумажное прошлое. Ну и, конечно, можно пересмотреть три онлайн-зуминара, как вы это назвали, в этой же группе «Соседи по Перми». Спасибо вам огромное за эту информацию, за то, что вы делаете. За ваши ранние посиделки с нами. Да, сегодня у нас в гостях была Мария Армашова, кандидат исторических наук, директор Музея истории Пермского университета, куратором мастерской «Соседи» при Перми «Бумажное прошлое». Спасибо огромное. Надеюсь, мы увидимся с вами в нашей студии офлайн. До новых встреч. Спасибо, до свидания. До свидания.